добрый день мои дорогие творческие друзья рад приветствовать вас на своем канале и сегодня у нас распаковка никогда не было и вот опять но почему вы собственно говоря нет я постоянно что-то продаю что-то покупаю парк моей техники обновляется периодически меняется а все то чем я пользуюсь в своей фото-видеосъемке остается за кадром и вами неизвестно и пора нам этот пробел устранить почему бы и нет но сегодня у нас с вами не просто распаковка используя чудо монтажа мы с вами переместимся в будущее и посмотрим что я уже отснял этой камеры я вам покажу тестовые снимки в экстремальных условиях какие для меня экстремальные условия ну во первых съемка в темноте во вторых тест на резкость при далекой перспективе возможно снимать портреты и как при этом выглядит бок и и сможет ли этот объектив снимать предметку и получать что-то наподобие макросъемки и так друзья мои пора настало уже поговорить о герои сегодняшнего видеоролика и так встречаем барабанная дробь canon еф 40 миллиметров f2 и 8 ст м начинаем распаковку давайте для начала посмотрим коробочку он такой легкий такое ощущение что здесь как будто нет ничего но узнаете такая стандартная коробка для бюджетных объективов канон точно такая же коробка идет с canon 85 миллиметров f1 и 8 фирменные цвета canon черный и серый изображение объектива ну и всякие наклейки и штрих-коды производителя давайте уже посмотрим что там внутри что-то туговато пошло вот такая вот серенькая заглушечка гарантийный талон не покажу где покупал а то вы скажете что это реклама ценник 10 тысяч пятьсот девяносто представляете я успел купить за эту цену сейчас виду того что рубль просел такой объектив стоит 13 тысяч девятьсот девяносто дешевле вы не найдете инструкция да кто их вообще читает ой-ой-ой-ой это что инструкция космическому кораблю на одной стороне японский язык а на другой стороне английский и половина японского то есть на японском в два раза больше текста ну да ладно как им пользоваться мы понимаем и так а вот он и сам объективчик вы посмотрите какая прелесть да не объектив вот это вот ну ладно вы там пока посидите а я по щелкаю пузырики кстати пишите в комментарии кто тоже любит так делать так ладно достаем сам объектив вы просто посмотрите какая кроха о боже какой он маленький мне кажется я где-то это слышал по-моему какая-то женщина мне это говорил я сказал это фух давайте мы его отложим посмотрим что еще есть коробки ну такая вот подложечка еще одна заглушечка собственно все ну что я могу сказать при первом взгляде на этот объектив на самом деле кроха просто он такой маленький что даже не верится что он может что-то снимать как игрушечный вообще какой-то тут еще половина длины занимает крышка ну точно посмотрите ну вообще надо сказать очень приятный объективчик тактильно прям так приятно его щупать трогать такой приятный хороший пластик байонет металлический переключалка на автоматический ручной режим фокусировки крышечка и вот такая махонькая дырочка здесь слушать мне смешно вот реально смешно неужели это объектива давайте сравним вот это вот сигма а вот это канон 40 миллиметров меня просто раздирает смех давайте мы нацепим его на камеру мой фотоаппарат превратился в мыльницу хочу он довольно таки шустрый мне это уже нравится стоит отметить что именно этот объектив подходит только на полный кадр этому есть соответствующее обозначение в названии еф когда написано ефс соответственно это подойдет и на полно кадровую матрицу и на кропнутую но у этого объектива есть аналог и для кропа и он стоит по моему примерно столько же может быть даже немножко дешевле канон еф 24 миллиметра также диафрагма f2 и 8 давайте мы с вами пробежимся по техническим характеристикам а потом я вам вкратце расскажу зачем я приобрел этот объектив и так тип объектива стандартный адаптирован для видеосъемки фокусное расстояние 40 миллиметров диафрагма f2 и 8 минимальная диафрагма f22 крепление канон еф автоматическая фокусировка число элементов групп элементов 6 на 4 число лепестков диафрагмы 7 точно 7 как они сюда все поместились размеры 68 на 23 миллиметра и вес 130 грамм друзьям и 130 грамм еще один параметр который я упустил это минимальное расстояние фокусировки это 30 сантиметров но это довольно таки неплохо это говорит о том что он способен снимать предметку и так друзья теперь я вам назову два основных параметра по которым я выбрал этот объектив первый параметр этот вес и второй параметр этот размер и по тем снимкам которые находятся в сети я не смог определить понравится он мне или не поэтому я взял его на свой страх и риск так два параметра вес и размер и если третий параметр качество съемки будет соответствовать моим ожиданиям хотя бы минимально то это станет моим любимым объективом почему да все очень просто вы посмотрите друзья мои какая прелесть во первых очень легко камера стала настолько легкая я могу и носить буквально в кармане куртки а так как я камеру таскаю постоянно с собой и очень много снимаю то это именно тот вариант ну конечно он не подойдет там коммерческим фотографам это понятно но для travel съемки для съемки фотографий в каких-то путешествиях я считаю что это мастхэв в общем характеристики характеристиками я не знаю как вам но количество 7 лепестков блин цветик семицветик пойду желание загадывать так вот количество лепестков мне на самом деле ни о чем не говорит давайте мы сейчас с вами переместимся в будущее возьмем кадры которые я уже наснимал на этот объектив откроем с вами raw формате и посмотрим насколько хороша эта малышка да вот еще что те снимки которые мы будем с вами разглядывать вы сможете скачать по ссылке под видео посмотрите эти рапки вместе со мной возможно вы тоже сделаете выводы и так друзья смотрим снимочки и напоминаю вам что все тестовые фотографии вы сможете скачать по ссылке под видео давайте начнем вот с этого снимка я тут намудрил с настройками намудрился экспозиции снимок получился очень темные и на долю этого объектива выпало огромнейшее испытание в левом верхнем углу вот здесь вы увидите параметры съемки то есть выдержка 1 2 сотая секунды диафрагма 4 со при этом 1600 посмотрите на левую панель никаких настроек нет это чисто raw файл давайте просто поднимем с вами экспозицию вот наверное примерно так выставим точку черного и точку белого и так на что мы смотрим в первую очередь давайте во первых посмотрим на общую картинку насколько она приятно глазу то есть на динамический диапазон цветов достаточно большое количество тонов я вот на заднем плане вижу фиолетовый зеленый желтый оранжевый синий цвет причем такие цвета достаточно приятные то есть когда мы тестируем объектив то первый показатель на который мы обращаем рассматривая фотографию это этот цветовой диапазон даже на этом снимке который получился достаточно темной я считаю что фотография получилась очень качестве при этом обратите внимание при диафрагме 4 мы имеем вот свечение вот таких вот фонариков виде звездочек очень здорово фотография немного шумноватая но это конечно из-за того что темная экспозиции высокое со теперь давайте посмотрим как отработана резкость по краям несмотря на то что диафрагма 4 обратите внимание по краям какая стабильная резкость края абсолютно не замылены обычно этим грешат как раз бюджетные объективы здесь этот объектив испытания прошел достойно и по этому параметру давайте мы перейдем уже другой фотографии все-таки это фотография скажем так с небольшим браком рассмотрим следующую поинтереснее вот здесь я фотографировал витрину как вы видите никаких настроек нет параметры все сброшены это чисто raw файл давайте мы с вами сделаем фотографию немного поярче а давайте мы сделаем не так давайте мы применим к этой фотографии какой-нибудь прессе я тут заготовил несколько которые могли бы подойти вот вот этот прессе стил грей очень хорошо отрабатывает красный цвет теперь я подправлю немного экспозицию добавлю чуть-чуть контрастности ну что ж очень даже неплохо замечательный красный цвет резкость просто превосходная смотрим на параметры 1 320 секунды выдержка диафрагмы 5 и 100 1600 это по сути дела в кромешной темноте я фотографировал просто светящуюся витрину и обратите внимание как объектив находясь в темноте фотографировал светлый зал помещения вот этого магазина резкость вообще шикарная я могу прочитать все надписи так и еще увеличение мы ставим на сто процентов именно так мы можем посмотреть снимок в его настоящем размере и у меня соответственно выставлен масштаб один к одному когда я нажимаю левую кнопку мыши вот обратите внимание внизу один к одному ну что ж это фотографию можно только немного доработать и она уже очень даже неплохая так давайте посмотрим еще одну фотографию выполненную в темноте у меня будет всего четыре темных фотографий все-таки согласитесь в темноте объектив должен выдерживать испытания так посмотрим какой просит применить здесь а пожалуй вот этот немного подправлю базовые настройки можно чуть-чуть добавить насыщенности баланс белого я бы поправил сделать чуть-чуть слегка похолоднее замечательная резкость замечательная бака здесь мы с вами смотрим не только на цвета и на их тональность но обращаем внимание и на резкость вот при стопроцентном увеличении бака нервана и достаточно симпатичная это конечно же не топовый объектив за 100 тысяч рублей но за его сумму он достаточно делает неплохие снимки так еще одна темная фотография на этом снимке я проверял как работают автофокус как я уже говорил он достаточно резкий и вот эту фотографию я сделал на ходу то есть между мной мелькали люди и я успел выхватить в диапазон резкости вот этого развозчика еды яндекс и буквально через мгновение виденье объектива перекрыла вот эта дама на переднем плане то есть в плане автофокуса он тоже работает очень достойно поэтому в принципе его даже можно использовать при репортажной съемки так давайте применим прессит суда один из последних пресситов апокалипс давайте сделаем поярче экспозицию точку черного мне нравится так идем дальше давайте мы сейчас посмотрим как объектив работает на портретах и так давайте первым делом посмотрим на параметры съемки и так выдержка 1 250 секунды диафрагма 2 8 и со 100 это я фотографировал сам себя и у меня про это есть целое видео для тех кто не видел обязательно посмотрите подсказка будет сверху здесь также абсолютно без настроек еда всю серию апокалипсис где фотографировал сам себя я снял именно на этот объектив вот такое достаточно интересное размытие фона мы здесь видим классический каноновский цвет кожи который приближен к натуральному эти сделаем приближение один к одному и посмотрим на резкость обратите внимание там где объекты находятся в зоне резкости в зоне гриб там очень хорошая детализация например на часах я вижу все стрелки включая даже секундную здесь можно разглядеть и дату который кстати по моему стояла неправильно сохранена текстуры кожи ну и давайте мы сделаем сейчас с вами обрезку применим прессит апокалипс можно сделать немного потеплее отлично мне нравится как работает этот объектив и с портретами также так ну что в темноте мы его посмотрели портреты посмотрели давайте посмотрим как он снимает предметку и так вот такой стима чик с шоколадом бушерон смотрите какой красивый фиолетовый цвет смотрим параметры съемки диафрагму я здесь выставил 32 потому что зона резкости зона гриб получалось очень маленькая а мне хотелось чтобы все название попало именно в зону резкости классическая каноновская картинка так ну давайте применим какой-нибудь прессит например вот этот сделаем потеплее чуть-чуть поярче упросят у меня сиреневый цвет как убивает интересно что будет если его вернуть вот так даже будет поинтереснее может быть не такой насыщенностью отлично но с таким стеклом даже не стыдно снимать и предметку и давайте посмотрим еще один предметный снимок который я сделал в темноте использовал здесь гирлянду и стекляшку и получил вот такой интересный фрейминг и заодно светящиеся кругленькие бок и в кадр у меня также попала нога штатива давайте мы сделаем кроп чтобы нас то не смущало пожалуй как то так чтоб шоколад был посередине ну что друзья очень неплохо и так давайте подведем итоги хорошие приятные цвета приятная картинка классический каноновский цветовой диапазон достаточно приятная бака на портрета хорошая достойная но при этом не звенящая резкость ну и как мы с вами выяснили уже это при открытой диафрагме он не мылит по краям что тоже немаловажно в общем не было бы достаточно для того чтобы определиться покупать такой объектив или не покупать ну а мы с вами возвращаемся назад к обзору но и заключение хочу сказать что я думаю что сигма конечно фотографирует намного лучше вообще купив вот этот объектив я немного разочаровался в canon потому что сигма дает такую картинку которую практически не нужно обрабатывать ладно об этом мы поговорим в следующий раз у нас еще будет с вами время а теперь за компьютер смотреть снимки но вот и все друзья мои в итоге решать вам покупать вам такой объектив не покупать нужен он или не нужен мне он нужен мне он понравился это что мы сейчас с вами смотрели это очень достойный результат для такого вот малюсенького карапузика и да я теперь больше буду фотографировать потому что у меня стало больше возможности таскать эту камеру с собой а на этом дорогие мои все если вы не подписаны и впервые на моем канале обязательно подпишитесь потому что впереди нас ждет очень много интересного и полезного желаю вам шикарных сюжетов замечательных красивых фотографий радуйте себя иногда виде новой камеры или нового объектива это очень приятно это мотивирует фотографировать и развиваться до скорой встречи а а и а и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok